Три, два, один. Юра, болезнь! Один из руководителей завода КАМАЗ Юрий Герасимов открывает новую страницу в истории промышленности Алтая. На заводе прецензионных изделий запускают производство топливных систем по стандарту Евро-5. На аппаратуру нового поколения ушло порядка 600 миллионов рублей. У нас будет запускаться в эксплуатацию первая очередь топливных систем, способных обеспечить и импортозамещение, и способных достойно конкурировать с другими производителями на мировых рынках. Алтайский завод прецензионных изделий – единственный в России поставляющий элементы топливной аппаратуры в страны Азии, Европы и США. Сейчас инженеры работают над тем, чтобы и отечественные предприятия готовились к использованию топливной системы из Барнаула. Планируется, что к 2019 году до 70% моторов, выпускаемых на КАМАЗе, будут оснащены именно алтайским топливным оборудованием. Замещать, может быть, и не надо на 90%, но если на любой продукции, под любой маркой будет написано, что произведено в России, я думаю, это замещение уже стопроцентное. Скоро на заводе, говорит руководство, потребуются сотни рабочих рук. Мы сейчас работаем пока что в одну смену, там работают 4 наладчика на станках, то есть планируется, я так думаю, до 60 человек в любом случае. Это только на моем участке, а там комплектующие для топливных систем по всему заводу делаются. В Рио губернатора Виктор Томенко пообещал руководству предприятия федеральную и краевую поддержку. Часть средств поступит из недавно созданного фонда развития Алтайского края. АЗПИ стал первым предприятием региона, который получит 100 миллионов рублей в годного заема сроком на 5 лет из фонда развития. Ну и самое главное коллективу развиваться и самое главное не тупить, не тупить, не успокаиваться на лаврах. Ирина Корчегина, Павел Лаурнин. Наши новости.